Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди. Сегодня мы начинаем с чрезвычайной новости, в которой говорится, что каждая система Chase Bank в Нью-Йорке отключена. Chase Bank – это национальный банк со штаб-квартирой в Манхэттене. Судя по карте, это происходило не только в Нью-Йорке, и на это нужно обратить своё внимание, так как мы уже не раз обсуждали то, что появление системы платежей XRP наряду с цифровым долларом будет сопровождаться сбоями в устаревшей банковской системе. Должны появляться какие-то инфраструктурные дефекты, возможно, даже приближаются так называемые банковские каникулы. А система действительно устаревшая, причём до нелепости, и вы даже не подозреваете, насколько. Знаете ли вы, что большинство банкоматов по всему миру по-прежнему используют Windows XP? Наличные деньги защищены древней операционной системой. Я часто видел на экранах терминалов синие экраны смерти. Я ввёл на депозит более тысячи долларов в банкомате, но он заглючил, так и не засчитал мой депозит. Потратил три месяца, чтобы вернуть свои деньги. Друзья, сейчас наступили волатильные времена, и эта волатильность очень полезна для нас и сообщества Ripple. Так как в реальном финансовом мире наступает всё больше неопределённости, мы получаем всё больше уверенности в XRP. Вот ещё один твит известного блогера в XRP-комьюнити, Андерса Ланберга. Обычно он предоставляет прекрасную информацию по нашей теме. И вот что он пишет. Такое ощущение, что все части пазла начинают собираться воедино. Цифровая валюта центральных банков – это точка, в которой частные эмитенты стейблкоинов получают доступ к активам центральных банков. Таким образом, может быть несколько поставщиков стейблкоинов для усиления конкуренции, и Ripple может быть одним из них. Боб Уэй рассказал, насколько распределённый реестр Ripple подходит для создания такого стейблкоина, а Дэвид Шварц сделал видео с предложением, как именно создать стейблкоин на базе XRP. На рынке может существовать несколько разных решений. Далее он показывает пост Боба Уэя, который является бывшим работником Ripple. Вот что он пишет. На протяжении последних трёх лет я изучал другие монетарные политики и потратил много времени на то, чтобы понять, как сделать стабильную и ценную криптовалюту. Во время этого исследования я обнаружил Ripple. Оказалось, что Ripple – это уникальная подходящая платформа, на которой можно построить стейблкоин. Очень интересно, получается, что Ripple может стать неким высокооценённым стейблкоином. На самом деле я верю, что XRP сможет выполнить роль инструмента предоставления глобальной ликвидности и мирового объединяющего актива, только в том случае, если он будет стейблкоином, но с ценой, которая будет значительно выше той, которая сейчас есть. И это уже не какая-то мифическая история, это факт. Я показывал вам документы, например, документ G30, который имел заголовок «Цифровая валюта из стейблкоины», в котором упоминались XRP и Ripple. Я показывал это вам в каком-то из видео. В блоге Международного валютного фонда появилась запись первого финтех-обсуждения, и вот что они в ней пишут. Единственный возможный регуляторный путь вперёд – это предоставить поставщикам стейблкоинов доступ к резервам центральных банков, включая схему, по которой центральные банки могут иметь партнёрские отношения с частным сектором для создания цифровой валюты будущего, так называемой синтетической цифровой валюты центрального банка. Также важна регуляторная ясность, чтобы банки с ограниченной деятельностью могли чётко войти в существующие регуляторные рамки. Модель синтетической цифровой валюты центрального банка – это общественно-частный союз, в котором центральные банки смогут фокусироваться на своей основной функции – предоставлении доверия и эффективности. А частный сектор, в свою очередь, как поставщики стейблкоинов, должны будут осуществлять все остальные действия под чётким надзором и делать то, что они могут лучше всего – вносить инновации и взаимодействовать с потребителями. Может ли так произойти, что синтетическая цифровая валюта центрального банка может стать будущими деньгами центральных банков? Совершенно точно, что мир фиатных валют катится к своему закату, а инновации переделывают ландшафт банкинга и новых денег. Я могу поставить на это свой последний доллар. Андрес Ланберг сделал прекрасный пост, который чётко показал намерения относительно будущего криптовалют со стороны Международного валютного фонда и центральных банков. Давайте обратим внимание на YouTube-видео с заголовком «Стейблкоины проекта цифрового доллара в финансовой системе США». Брайан Брукс продолжает доказывать, что он один из самых важных людей в криптопространстве на данный момент. Он ускоряет принятие XRP, принятие цифровых валют центральных банков и переход в цифровую эру. Он является контролёром денежного обращения США, и он уже сделал так, что банки готовятся к предоставлению услуг по хранению криптовалют. Это будет долгая беседа и видео, но всё, что будет сказано, крайне важно. Я хочу, чтобы вы это услышали. Наверное, я это переозвучу. Мы укоренились во множестве финансовых практик, некоторыми из которых от 30 до 100 лет, и которые требуют новых технологий. Мы вместе с тобой работали в Coinbase. Мы были в процессе работы над одним из самых важных проектов о стейблкоинах в мире. Однако и доллар всё ещё важен. Доллар всё ещё является мировой резервной валютой. Но развитие технологий может предложить лучшие пути передачи. Они могут быть быстрее и более привлекательнее, чем их устаревшие конкуренты. Однако эти вещи всё равно будут упакованы в обёртку традиционных финансов. Доллар важен, но он медленный. Мы можем сделать его транзакции быстрее и дешевле. Это очень круто. Это сразу привело нас к сути беседы. Ты говорил про роль и потенциал стейблкоинов. Стейблкоинов для цифрового доллара в финансовой системе США. Так расскажи нашим зрителям об этом. Сможет ли финансовая система США получить от этого преимущество? Что ты думаешь об этом с позиции своей высокой должности? Джереми, я думаю, что есть очень много способов, как можно понимать стейблкоины. Есть краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные способы размышления о том, как они могут усовершенствовать нашу систему. Но я думаю об этом в первую очередь с точки зрения конкурентноспособности. Так что когда я говорю о стейблкоинах, я говорю, что доллар был резервной валютой очень долгое время. Не потому, что он однозначно лучше или его проще использовать, а потому, что это самая ликвидная валюта из-за набора исторических аномалий, которые произошли где-то между окончанием Второй мировой и серединой 50-х. Мир, в котором мы живем сейчас, уже не тот мир, который был раньше. Но доллар все еще остается резервной валютой, лишь потому, что мы все еще обращаемся к этой истории. Проблема в том, что история не готовила роль резервной валюты навсегда. Ты можешь увидеть это в том, что мировые центральные банки уменьшают свои долларовые накопления и диверсифицируются для того, чтобы уйти от доллара. Это происходит каждый квартал уже на протяжении 5-6 лет. И это неизбежная тенденция. Доллар все еще важен, но уже не так, как мы привыкли. В условиях мировой конкуренции, по моему мнению, доллару нужно выглядеть более привлекательно, чем другим валютам. Если он не более ликвидный, чем остальные, чем евро или что-то, что будет в будущем, он все еще может оставаться валютой выбора, если транзакционный механизм доллара будет превосходить своих конкурентов. Именно поэтому я думаю, что набор решений из стейблкоинов и блокчейна может помочь доллару. Да, у нас есть такая суперструктура, которая была создана однозначно до интернета. Мы видим, как электронные деньги эволюционируют различными способами. И теперь у нас есть другая суперструктура. Интернет и доллар, который в первую очередь является резервной валютой. Как ты хочешь это использовать? Как ты собираешься наделить доллар супер силой интернета? Мы привыкли называть это программируемым долларом. Стейблкоин преобразует доллар так же, как и имейл преобразовал письмо. Ты все еще печатаешь и посылаешь информацию, но делаешь это очень быстро. Можешь прикрепить видео, рассылать одновременно для множества людей и все это бесплатно. Хорошо, в этом и заключается вся история интернета. Взять медленные дорогие вещи, которые привязаны к чему-то, компании, стране или чему-то еще, и сделать их вездесущими, с открытым взаимодействием, а также глобальными, бесплатными, лишенными издержек и так далее. У нас есть цифровой контент с цифровыми коммуникациями. Очевидно, что нам нужны цифровые деньги. Одна из тем, которую я хочу затронуть, как это произойдет, как это станет более важным в финансовой системе. У нас есть история инновации электронных денег. Люди говорят, что у нас уже есть электронные деньги. И это правда. Мы можем посылать деньги между банками при участии членов частного сектора, которые сделали что-то под названием SWIFT. Это электронная система передачи сообщений, которая позволяет банкам сообщать друг другу, что они должны друг другу. Это был момент рождения электронных денег. Фактически, это было объединение участников частного сектора, которые предоставили такую централизованную технологию. Получается, позже, в 2070-х, в 2080-х электронные деньги станут предметом ежедневного использования, как сейчас кредитные карты. Больше не будет бумажных денег или бумажного чека. Будет электронный концепт денег, с которым люди смогут взаимодействовать. По аналогии с прошлым, сейчас участники частного сектора объединяются. Определяют технические стандарты для совместимости, чтобы заставить всё это работать вместе. Правительству США даже не нужно строить всё это. Всё это сделает частный сектор. Такие модели уже принесли нам инновации и электронные деньги. Теперь следующий логический шаг – это интернет-доллары, интернет-валюта. Сыграет ли частный сектор в этом подобную роль? Увидим ли мы это в глобальном масштабе? Да, сейчас мы находимся в переломном моменте. Должно ли правительство строить такую систему? Либо же мы должны следовать за уроками истории и позволить США делать то, что они умеют лучше всего. Использовать мощный, ориентированный на рынок частный сектор для того, чтобы построить что-то крутое, то, чего все хотят. Я думаю, что одним из способов, чтобы определить, куда всё это движется, является идея, что общественные товары не обязательно должны создаваться правительством. Друзья, запомните сегодняшний день, запомните это видео, запомните этот момент. Момент, когда я показал вам, что Брайан Брукс, занимающий должность контролера денежного обращения Соединенных Штатов Америки, сказал, что доинтернетовая суперструктура, которая была создана после Второй мировой и существует до сегодня, устарела. Сегодня у нас есть новая интернетная суперструктура, и мы должны дать доллару эту суперсилу интернета. Вспомните проект Криса Джан Карла под названием «Цифровой доллар». Брайан Брукс хочет цифровой доллар. Он уверен, что это залог выживания доллара, и он разрешил банкам хоронить криптовалюту. На CNN Брукс обсуждал устаревшие системы, говорил о том, что SWIFT уже не актуален, а на канале Fox генеральный директор MoneyGram, компании, которая является партнером Ripple XRP, говорил о том, как количество их цифровых транзакций растет на 200% из года в год. Это не случайность, и не случайность то, что Брэд Гарлинхаус, генеральный директор Ripple, был в программе Fast Money на CNBC и говорил о платежной системе PayID. Не случайность, что МВФ, Международный валютный фонд, начал обсуждать криптовалюты, что он добавил Ripple в свои документы. Я думаю, что мы все ближе и ближе к тому самому долго ожидаемому финалу, великим фейерверком в честь рождения новой финансовой системы. Я не пытаюсь вызвать какой-либо хайп, я просто пытаюсь показать вам, что происходит на самом деле. А меня зовут Богатейши Ди, поставьте лайк, если видео вам понравилось, мне всегда очень приятно. А также подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, делитесь видео с друзьями, комментируйте и обязательно богатейте. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok